Всем добрый день! И сегодня у нас торт Прага. Очень популярный, я думаю, что многие из вас его знают. В этом торте гармонично все. Нежные шоколадные коржи, которые я пропитываю коньячным сиропом, и очень вкусный нежный шоколадный крем. В общем, этот торт просто волшебство. Очень вкусный! Давайте готовить вместе! Продолжение следует... Посмотрите, как должно получиться. Когда мы переворачиваем миску, белки у нас никуда не вытекают. Вот так. В желтки добавляем оставшийся сахар и взбиваем до пышной белой массы. Вот так должно получиться. Мука у меня уже просеяна, и теперь в муку я просею какао. Все смешаю. Теперь в несколько приемов я буду вмешивать в желтки муку, смешанную с какао, и взбитые белки с сахаром. Сначала добавляю мучную смесь, а затем белки. Вмешиваем все очень аккуратно. Тесто у нас должно оставаться воздушным по своей структуре. Поэтому вот такими движениями лопаточкой сверху вниз все аккуратно перемешиваем. Посмотрите, все перемешалось, тесто однородное. В самом конце я добавляю растопленное, но не горячее, сливочное масло. И еще раз все аккуратно перемешиваем. Форму для выпечки я смазала сливочным маслом и присыпала мукой. Форма у меня диаметром 24 см. Но если вы хотите, чтобы ваш торт получился выше, то берите форму меньшего диаметра 20-21 см. Итак, выливаем сюда тесто. Форму я покручу, так тесто равномерно распределится. И сверху при выпекании не будет образовываться шапочка. Отправляю выпекать в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Готовый корж достаем из духовки. Вот посмотрите, все отлично пропеклось, зубочистка сухая. И дадим ему немного остыть прямо в форме. Готовый корж вынимаем из формы. И я ему дам полностью остыть при комнатной температуре. Остывший корж я затягиваю пищевой пленкой или убираю его в мешочек. И оставляю на столе часов на 8, чтобы он хорошо отлежался. Обычно я пеку бисквит с вечера, оставляю на ночь, а утром продолжаю готовить торт. Приготовим пропитку для торта. Можно приготовить обычный сахарный сироп. Я сегодня сделаю с добавлением коньяка. Итак, в миску отправляем воду, коньяк и сахар. И ставим на огонь. Периодически помешивая, доводим до кипения. Нам необходимо, чтобы весь сахар растворился. По рецепту на 100 грамм жидкости нужно 70 грамм сахара. Но как по мне, с таким количеством пропитки торт получается немного суховат. Я все же люблю более такие влажные торты. Именно поэтому я увеличиваю пропорции вдвое. Все, посмотрите, сироп у меня закипел. Я выключаю огонь. Дам полностью остыть, чтобы пропитка не была горячей. Для крема желток я смешаю с водой. Добавлю эту смесь в сгущенное молоко и буду варить, пока не загустеет. Непрерывно помешиваю все венчиком. Сюда же добавляю либо ванильный сахар, либо немного ванилина. Можно делать, конечно, это и на водяной бане, но как по мне, и на плите тоже получается замечательно. Самое главное, все помешивать, лучше всего венчиком, ничего у вас не будет пригорать. Ну и огонь я делаю не сильный, но средний. Посмотрите, я уже выключила огонь. Масса у меня достаточно загустела. Вот если вы проводите по дну кастрюльки либо венчиком, либо лопаткой, то остается след. Этого достаточно. Остужаю при комнатной температуре, периодически помешивая. Мягкое сливочное масло комнатной температуры взбиваем в пышную массу. Не прерывая взбивания, по ложке добавляем сироп и сгущенки. В конце я добавляю какао и еще раз все хорошенько перемешаю миксером. Все, крем готов. Мне он очень нравится, он получается безумно вкусный, воздушный. Корж у меня полежал в пленке на столе, ночь. И теперь пленку разворачиваем. Если у вас все-таки образовалась шапочка сверху, то ее необходимо срезать. И теперь бисквит делим на три коржа. Я делаю это просто ножом. Посмотрите, какие получаются коржи. Они очень пористые, пахнут потрясающе. Коржи я очень хорошо пропитываю коньячным сиропом. Собираем торт. Так как в конце торт мы будем заливать помадкой, чтобы блюдо осталось чистым, я подкладываю под первый корж вот такие кусочки пергаментной бумаги. Зальем глазурью, она застынет. Кусочки бумаги вытащим, и не нужно будет заморачиваться с оттиранием блюда. Итак, выкладываем первый корж. Крем условно делим на две равные части. И половину крема выкладываем на первый корж. И равномерно его распределяем. Вот так, при помощи лопатки. Нет лопатки, можете просто ложкой. Сверху второй корж. И тоже промазываем его кремом. Накрываем третьим коржом. Посмотрите, как хорошо у меня пропитаны коржи. По краям торта я вот таким образом прохожусь лопаточкой, чтобы выровнять крем там, где он выступает. Вверх и бока торта промазываем абрикосовым джемом или повидлом. У меня вот такое вот густое домашнее абрикосовое варенье. В таком виде убираю торт в холодильник на полчаса, чтобы он немного схватился. Приготовлю помадку для торта. Я это буду делать в микроволновке. Можно приготовить ее на водяной бане. Как я это делаю? Отправляю шоколад со сливочным маслом в микроволновку на 30 секунд. Затем вынимаю, хорошенько перетираю. И повторяю процедуру, пока шоколад полностью не растворится, а масса должна приобрести глянец. Посмотрите, шоколад полностью растворился. Два раза я подогревала массу в микроволновке. И вот такая глянцевая помадка у нас получилась. Торт у меня хорошо охладился. И теперь я покрываю верх и бока торта шоколадной помадкой. Теперь торт убираем в холод на 2 часа. За это время помадка застынет, торт настоится, станет еще вкуснее. Его можно еще как-нибудь украсить. Например, бока присыпать крошкой, либо кремом. Но я украшать не буду. По мне, торт и так получается просто шикарный. И забыла сказать, когда помадка начнет схватываться, много лишнего стекает вниз. Я ее вот таким вот образом слегка приподнимаю. И на боках торта получается, ну, как бы, такой узор. Вот так. Через 2 часа можно убрать бумагу для выпечки. Торт готов. Вы знаете, он настолько самодостаточный, что и украшения это не требуется. А если это день рождения, то достаточно поставить в центр свечку с цифрой. Например, вот так. Давайте же его разрежем и посмотрим, какой он внутри. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если понравился рецепт. Пишите ваши комментарии и отзывы. Я буду очень рада. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok